Торпеда 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 И по качеству я еще раз скажу, что претензий практически нет. За самоотдачу можно поставить пятерку, а за стандартные двойки. Поэтому надо двигаться дальше, смотреть вперед. Сейчас предстоит на матч Деновобрянский в Росту, который, по-моему, 5 или 6 лет победил. Будем работать и постараемся в следующем матче победить. Спасибо. Есть какие-то вопросы? Как вы пытались поменять вторую половину первого тайма? Что пытались поменять и были довольны в целом игрой первого тайма? Мы очень хорошо начали. Я думаю, что внимательно очень играли в обороне. Практически арара тут. Не давали ничего создать первые 20 минут. Еще раз говорю, после того, как повели, нужно было немножко аккуратнее сыграть. Внимательность сыграть, не выбрасываться. Не хватило, наверное, немножко опыта. Побежали вперед, оставили свободные зоны. За это поплатились. Перерыв сказал, что нужно играть. Все должны выполнять те функции, которые есть на футбольном поле. У нас в первой тайме концовки особо не получилось. В середине не потеряли игроков, в середине пошли потери. Из-за этого я считаю, что нужно было где-то внимательно дотерпеть и аккуратно сыграть. Но не получилось. Еще раз говорю, что претензии, может быть, это в силу того, что молодые ребята, в силу того, что еще где-то не хватило немножко опыта положить мяч под контроль. Если играть уже где-то по внимателю, на то, чтобы хотя бы с первой тайме не дать сравнивать. Но еще раз говорю, есть футболисты высокого класса в команде «Арарата», которые имеют значительный опыт, больше, чем у моих футболистов. Это индивидуальное мастерство, наверное, и решение того, чтобы, конечно, не будет программ. Спасибо. Григорий Анатольевич, главный тренер футбольного клуба «Арарат». Григорий Анатольевич, он картика, партистика, игры. Первый тренер. Когда мы анализировали игры «Торпеда» Московского, я еще подумал, думаю, показывать ли своей команде сильные стороны. Потому что меня команда очень сильно впечатлила. Я вот с Игорем перед игрой разговаривала, мы с ним не виделись несколько лет, с Колывановым. Пару лет точно не виделись. И я ему сказал, я говорю, я, честно говоря, просто восхищен твоей работой. Но одно дело видеть по видео, а другое дело столкнулся. Я действительно восхищен этой командой, работой Колыванова. Они заставили нас играть на максимуме своих возможностей. Нас, взрослых мужиков в целом, повидавших даже премьер-лигу и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, понятно, что эту команду Колыванов и Игорь комплектовал, готовил. То есть, есть сыгранность, которой нет у нас, например. Потому что иметь классных игроков, это еще не значит иметь сыгранность. Для этого время нужно. Поэтому я, конечно, очень доволен результатом матча. Потому что, честно говоря, мы сегодня обыграли одного из прямых конкурентов. Одного из прямых конкурентов. Вопросы? Александр Иванович, можно назвать, что сегодня была, ну, так что, стоите, классика ПФЛ, зона центра. А я знаю, что журналисты никогда не слушают ответы, они готовят свой вопрос. Я же два раза повторил, чтобы твое внимание, допустим, при одного из конкурентов. Потому что второй конкурент – это Брянск, на который никто не обращает внимания. И который выиграл уже шесть игр подряд. И у которого появились влиятельные покровители. И было привезено шесть футболистов очень сильных, востребованных даже на уровне первой лиги. И никто не обращает внимания на эту команду. Говорят, вот вы об арарате, и в частности, вы, товарищ Григорян, много разговариваете. А это отвлекающий маневр. Мы, на самом деле, очень информированы. И я вам скажу, что игра через тур с Брянском, я ее воспринимаю как ключевую. Потому что я знаю, что намерения и возможности людей, которые сегодня курируют Брянск. Это самая жаркая игра из тех, что вы завели с Араратом. Ну, с Араратом, да. Просто я, в принципе, этим летом вкусил плоды жары и в Каспийский. Полное мнение. А с болельщиками сильно разозлились на болельщиках с арбетом? Просто свистка от 0 было видно. Ну, не знаю. Через 3 дня мне исполнится 51. Я не знаю, что я так стал привлекать сексуальные меньшинства, что ли. В прошлую игру мои родные хабаратчане, с которыми столько пахал на них, столько старался, столько сделал. Поимеем, поимеем, Григоряна. Торпедовцы более конкретные. Они всегда прямолинейные. Они конкретизировали, как куда конкретно. Ну, я, в принципе, после матча поблагодарил их. Тоже показав им некий мой посыл, что я сделаю, допустим, если увижу такого человека, который захочет меня, скажем так, поймать. В принципе, каждому из них я, как бы, дал посыл. А дальше дело за ними. Я доступен. Мой телефон 8-919-05-89. Пожалуйста, я доступен. Звоните. Да. Я готов с вами встретиться. Александр Анатольевич, вопрос по игре Романа Павличенко. Вот, на ваш взгляд, без сарказма, способен ли он еще выступать на высоком уровне для сборной России, на ваш взгляд? Да, конечно. Сегодня есть какое-то, ну, знаете, есть какое-то чутье с годами, оно как-то вырабатывается в определенных каких-то моментах. И ты не понимаешь, что тебе нужно от футболиста. Иногда начинаешь что-то придираться к нему и так далее. Да, вот сегодня у меня к нему такое вот что-то возникло такое вот с утра такое желание пообщаться с ним. До этого не было ни одного общения вот такого. И мне кажется, как-то оно пошло на пользу ему. Потому что, если честно, я сегодня увидел Павличенко, которого я видел до этого по телевизору. То есть за два месяца, как бы, работы с ним, ни на тренировках, ни в играх, я такого Павличенко не видел. Поэтому, мне кажется, он в своем стиле. Мне кажется, если Рома захочет, то ему доступно все. Да, добрый. И еще один вопрос. А в концовке, как Павличенко, ваш лидер, опытный игрок, который может поддержать мяч далеко от ворот, крупный, вы его заменили. Он настолько устал? Или вы как-то хотели по-другому вот сохранить счет победы? Да, я хотел победный счет сохранить за счет того, что Давыдов окажет давление на центральных защитников. Кто начинает атаку? Центральные защитники. Давыдов умеет в кратчайшие сроки ослепить центрального защитника за счет своей мобильности и прессинга. Кроме того, я понимал, что Давыдов, не распыляясь, сосредоточится на центральной зоне. И центральные защитники и в оборонительных действиях будут вынуждены сосредоточиться на Давыдове. В принципе, этот момент сработал. Потому что, выпустив Давыдова, мы опять отодвинули игру от своих ворот. Фактически все свелось только к индивидуальным, правда, блестящим действиям 11 номера. А, правильно. Продолжение следует...